Ну что, сходила, проверила, сказали, зайдите через три дня, вакцины сейчас нету. Прикол такой, я еще буду бегать три дня, искать где мне вакцину сделать, нет. Всем привет, мои хорошие, с вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах, и сегодня меня могут вакцинировать. Как же это произошло, я обещала бегать, 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 но ситуация идет нехорошая, случаи возрастают, и школа организовала вот такое вот событие, точнее не школа, а скорее всего даже наш Абудаби Эдюкейшнл Консул, наше министерство образования по всем школам присылает медсестер, выбирают один день и всем делают вакцину. Плюс не надо стоять в очереди, конечно, это все бесплатно, но во всех больницах все просто вот хотят сделать вакцину. Нужно стоять в очередь, конечно, в очередь стоять не хочется, тем более мне еще и за такси платить, вот, а еще как попадешь, можно три часа стоять, можно десять. Вот, в нашу школу сегодня приезжают вакцинировать учителей, которые все еще это не сделали. Честно, я не хочу, я говорила, что я не хочу, но вот ходят слухи, что потом придется платить каждые две недели за тест, потом не будут выпускать путешествия, точнее будут выпускать, но потом будете сидеть на карантине две недели. Хотя вот как раз накануне пришло новое правило, если я прилетаю из красной зоны, то надо все-таки сидеть только не 14 дней, а уже 10, а если из зеленой зоны, то 5 дней, но если на четвертый день приходит положительный тест, а мы сдаем по прилету и на четвертый, точнее положительный, в смысле, что он хороший, отрицательный тест, негативный, тогда все выпускают. То есть бардак с правилами, вообще ничего не понятно, и вот теперь я все еще сомневаюсь, мне делать вакцину не делать, сегодня только первая доза, вторая делается через 21 день. У нас в Абу-Даби мы используем вакцину фирмы Синофарм. Есть Синофарм, есть улучшенная, ее версия Виросел или Вайросел, как она произносится. Вот первое мое видео про вакцину, смотрите по ссылочке вверху, я там все это рассказываю. В Дубае они пользуются Пфайзером, ну, файзера что-то дофига по бочке, мне реально страшно. Если бы был файзер, нет, не делала бы, бегала бы до последнего. А Синофарм в Айросел, ну, по бочке такие, головная боль, там немножко, там может сып какая-то. И в принципе, сколько я людей опросила, сколько уже со школы учителей сделала, ну, все живы-здоровы, конечно, может там уши повырастают лет через 10, старые там хоботы, не знаю, что будет. В общем, сегодня мой первый день, и я начинаю это видео про мою вакцинацию и закончу его в последний день, когда я, наверное, получу уже буковку И. Буковка И это такое, есть приложение в телефоне HOSNAP, и там уже добровольцем ставится звездочка, а буковка И ставится людям вакцинированным, которые сделали первую дозу, вторую дозу, и прошло еще время, по-моему, через 2-3 недели, на 49-й день, когда вот уже тест ваш готов, последний такой вот, вот уже последний, что точно вы не вакцинированы, уже отдается эта буковка И в приложении, и раньше вы могли с ней прилетать, и так показать ее, сдать тест, и без карантиночка поехать домой, не, сейчас что-то все меняется. Ну, видимо, знаете, действительно, возможно, вакцинированные люди, невозможно точно, могут быть переносчиками вируса. Возможно, мы не сможем заболеть, если меня вакцинируют сегодня, если я не убегу, но мы можем быть переносчиками. Поэтому вот, вот такая вот штучка сегодня. Смотрите мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видосики, ставьте лайки, не знаю, за смелость, за несмелость. Пишите, вы бы хотели бы вакцину сделать. Все, начинаем выпуск. Вот я уже в школе. Все сегодня бегают, спрашивают, ну, как будешь делать, будешь делать. Кто-то говорит, я уже сделал. Ну, смотрите, я встретила людей со вчерашнего дня новые правила. Кто не вакцинировал, они будут делать тест за свой счет. Каждую неделю это капец какой-то, стоять в очередях, и за такси платить. И второе, тоже встретила ассистентку, она говорит, что уже тест будет мне 85 дирхам стоит, его так опустили до 85, чтобы люди могли делать, а будет 165 стоит, то есть поднимут. Сначала тесты по 300 были, потом 240, по-моему, потом 165, потом 85. Сейчас, говорит, снова поднимаю тесты, и будешь ты каждую неделю поплатить 165 дирхам. Еще на таксишку, еще в очередь отстаивать. Ну, вот, что бы вы сделали на моем месте? Пересела я на пол, здесь удобнее. Так вот, мое время, час пик 2.15. Нас, оказывается, всех учителей разбросали по времени. Кому-то в 11, кому-то в час 15. Встретила людей в столовой, они мне это рассказали. Я думала, мы все в 2.15 будем. Думала, о, толпа какая будет. Нет. Так вот, я тем, кому в 11 сказала, приду и проверю, как вы все еще живы. Да не, шучу. Вот 2 дня назад у нас всех помощников, хелперов, мы их так называем, ну, все, кто уборщики, там, вот такие вот, не учителя, скажем. Им делали этот, этот тест, я хотела сказать, нет, вакцинацию делали. И тоже были люди, которые не хотели делать. Были, которые делали. Очень такие очереди были сначала. Ну, я поняла, что это просто женщины, которые замужем, им берут тест на беременность. Ну, на всякий случай, мало ли, потому что как раз три условия. Вам должно быть больше 18 или 18, и вам должно быть... Привет. Чувак пришел, айтишник. Вам должно быть больше 18, и вам должно... Значит, у вас не должны быть какие-то хронические заболевания, и вы не должны быть беременны. То есть, и 3-6 месяцев еще вам нельзя беременеть, скажем так. Видно, все-таки какие-то побочные стрёмные эффекты есть. Поэтому там была очередь только из женщин, кто замужем. Им сделали, наверное, тест какой-то. Я не знала, как что-то. Я не спросила, как делали тест. А так, помню, я зашла с супервайзера. Она очень боялась, но с ней поговорили. Она такая, так я сейчас сделаю тест. Я сразу сделала. Такая, ну ты вообще быстро, ну как ты так сделала? Она говорит, ну вот я вот боялась, но вот со мной поговорили. Там сидели две женщины, арабки, не местные на регистрации, не местные, потому что они были в верноцветных платках. И мужчина локал, вот местный, он как раз был в кондоре, он с ней поговорил так хорошо. Она такая, все, такой, он меня вот успокоил, все, иду делать. Раз, хоп, вколола в плечо буквально. Пять минут она сомневалась, заполнила анкету, дала свою, иди, все сделала. Так что вот, пыталась меня потянуть, говорю, нет, вот мне назначили во вторник, я во вторник. И вообще до вторника я еще могу передумать. Так что все, 2.15 мое время. Хотела я пойти посмотреть, как начали делать, уже 11, но что-то захотелось есть. Ну пошла и поела. Там уже встретило несколько человек, они говорят, мы сделали классно, вообще не бойся, безболезненно. Я не боюсь сделать там укол какой-то, я боюсь побочных эффектов, которые настигнуть меня может в глубокой старости. А вообще что-то я очкую, честно, вот сижу сейчас так, блин, ну вроде как, ну ладно как бы, ну все должно быть нормально, а я как, не знаю, что-то не то вообще, вообще не алюмика. Ну пойду посмотрю сейчас, что там. Айди возьму на всякий случай, потому что там 2.15 все учителя, а сейчас сделали такую администрацию, социальные работники, супервайзеры, которые следят за поведением детей, учителей напоследок оставили, что мы, наверное, вообще понервничали конкретно. Кто так делает? Ну что, сбегала, я посмотрела, очередь идет, люди вакцину делают, причем так видела, что очередь тормознулась, и смотрю, несу в таком маленьком холодильничке другие порции вакцины, то есть хранится она реально в каких-то определенных условиях, и надеюсь, наша вакцина хранится хорошо. что хотела тоже сделать, уже вакцина настроилась такая, думаю, все же, это уже мне совсем так страшненько, мне говорят, не-не, вот учителя в 2, такая, елки-палки, в 2, может, я вообще откажусь делать, ну это не прокатило, короче, потом спросила у ребят филиппинцев, они тоже хелперы, но они сегодня почему-то делают, говорю, они такие тренируются, я просто знаю их по фейсбуку, по инстаграму, говорю, душ принимать можно, тренироваться можно, они такие, пойдем спросим, и бегут же за той медсестрой, которая холодильничек несет, она говорит, да, тренироваться можно, только алкоголь нельзя, а я за ней бегу, алкоголь, сколько дней нельзя, короче, было смешно, она показывает, два, два дня алкоголь нельзя пить, не, не то, что я алкоголь употребляю, но всякий случай, например, у меня есть лекарство, которое там протефлозит, а не на алкоголе, если вдруг там что-то мне надо будет, поддержать иммунитет, пару капель протефлозита, ладно, не буду пить, вакцина, мой иммунитет поддержит, надеюсь, так что, снова так страшненько, снова жду очереди, ну, в час тридцать пойду, хотя некоторых телев, которых на час тридцать было, их тоже отправили, сказали, нет, вот, час тридцать, приходите в час тридцать, два пятнадцать, два пятнадцать, ну, приду в час тридцать, приду в два, ну, что это такое, так муришить, вообще несправеднило, минус снимать нельзя, конечно, ну, вот, мне дали номерок, смотрите, какая я, сто первая, уже много людей прошло, вот так, ждем, ждем, я уже пришла без чего-то, два сказала, нет, я хочу делать сейчас уже, все, пропустили, села к первому чувачку, посмотрели мы анкетку с ним, я не беременна, у меня ковид-тест отрицательный, все в порядке, все позачеркивал, в общем, сижу в очереди к другому чувачку теперь, как-то с хелперами вроде проще было, подсела я к тетечке с компьютером, получила вот такие штучки, сейчас буду другим врачам это давать, в общем, все это становится очень интересным, третий раз подсела, мальчик был уже без компьютера, но решили, что мы проверим давление все-таки, откуда я там знаю, что-то у меня, вообще 90 на 60, но лучше, как говорится, проверить, короче, давление проверили, нормальное, так что придется делать вакцину, даже 102 было там на 60 чем-то, по-моему, на 70, у меня вообще обычно 90 на 60, то есть сижу в очереди третья уже, перевернула я листик, а здесь вот это вот все написаны правила вакцинации, что я все понимаю, что может быть побочные эффекты, что, в общем, это не защитит меня полностью от коронавируса, от контактных, и дальше, и дальше, и дальше, ну, в общем, если есть вопросы, можно звонить, да, и всегда, если есть побочный эффект, нужно звонить и говорить, что у тебя побочный эффект, даже видосик делаю, доктор разрешила мне снять вакцину, вообще круто, вот, уже сделала, дали мне такую штучку, сказали, вторая доза 9 февраля строго, то есть, приедут или в любую поликлинику, можно ехать, сейчас отсюда убегу, и расскажу, как это было, все, ну, кололи вроде, фух, спряталась я в уголочке, потому что в моем учителя пришлю, что-то распечатывают, вот, как было, позвали меня, я попросила у доктора показать конкретно, что мне колят, она и показала, и дожидалась зазнать и сфотать, раньше, я знаю, запрещали фотографировать вакцину, я не знаю почему, укол сделала хорошо, в плечо, знаете, как-то вот, что-то рука не медь начала, тяжело сжимать, разжимать, я еще шла, так показывала всем, что это такое, мне такие, да потряси рукой, говорят, ну, у них такого не было, ну, сейчас вроде как прошло, знаете, как такой, пошел такой, как нерв, туда в руку, и вот, тяжело было, короче, может я просто очканул, так что вот, сейчас вроде все нормально, чувствую себя нормально, ну, плечо чуть-чуть так больно поднимать, но опять-таки, может это что-то ментальное у меня, посмотрим, вот я вам показала и карточку, показала и вакцину, слава богу, что это асинофарм, которая в аэросал, так что, буду рассказывать, показывать вторую дозу, ждем второй дозы, надеюсь никаких болезней, никаких побочек не будет, потому что не хотелось бы, абсолютно хочется быть здоровым, чего и вам желаю, поехали, ждем 21 день, вторую дозу. Ну что, сегодня второй день после моей вакцинации, должна сказать, что никаких побочных эффектов у меня нет, голова не болит, чего я больше всего опасалась, слава богу, только немножко чувствуется плечо, отведение в сторону и подъем, но это нормальный укол был в плечо, поэтому, если что, я вам сообщу, а нет так, до встречи на второй дозе этой вакцины. Всем привет! С вами снова я, и как и обещала, попробую сделать видео про вторую дозу, но все не так просто, друзья мои, хук, сняла масочку, надеюсь меня штрафуют. Ситуация следующая, должна быть вторая доза у нас через 3 недели ровно, 9 февраля во вторник, но тут пришел мейл, что переносится доза на 12 февраля на пятницу, и потом пришел мейл, что теперь отмена, пока еще не знаю, в какой день у нас будет, сейчас машинка проедет, ну, не полиция, слава богу, и пришел мейл, что не знает, когда будет следующая доза, мы вам сообщим, но в других школах, мне учителя, мои друзья написали, что у них должна была быть доза, там, 8, 7 февраля, до нас, также им поотменяли, и потом также написали письмо, теперь сами делайте в любой сехе, сеха это, скажем так, предприятие, которое отвечает за вакцинацию, и за тесты, то есть в любой сехе можно делать тесты, в любой сехе можно делать вакцинацию, в общем, едьте в любую сеху, и заканчивайте вторую дозу, что хорошо, у тебя есть карточка, вроде как ты без очереди можешь все это сделать, не знаю, сейчас посмотрю, все проверю, вот встала рано, сегодня суббота, 13 февраля, капец, пришлось вставать рано, и уже видите, как жарко, да, еду в школу, всем с чем-то, холодно, я в двух куртках, иду сейчас, в Сеху, почти 10, без 10, 10, жарко, еще и встать пришлось, вон какие домишки у нас, видите, небоскребов нету, в общем, сейчас посмотрим, удастся ли мне сделать вакцины, со своей карточкой, что мне нужна вторая доза, можно, конечно, поехать, постоять, помните видео, когда я сдавала экзамен, показывала вам университет, тоже показывала очередь, в которой мы стояли, чтобы получить тест, так просто, сейчас там, в Ашареевхиле такие очереди, потому что завтра дети, как бы, должны идти в школу в очередной раз, и все едут сдавать тесты, так что там тоже как-то не покатит, ну, не знаю, вот, вчера гуляли, увидели, что у нас же тоже есть Сеха, возле коопчика, возле магазинчика, тоже было видео, ну, не совсем удачное такое, если я только пробовала, пару месяцев назад, посмотрите, вот, про наш магазин, про наш кооп, и вот там есть Сеха рядом, вчера она была закрыта, но сегодня будет открыта, и посмотрим, сделать ли мне вакцину вторую, то есть капец, да, как бы не хотела сделать вакцину, но потом все классно, в школу нас отправили, сделать вакцину, все классно, без очереди, а сейчас нужно бегать париться, но честно, знала бы, не делала бы, ладно, в общем, идемте в Сеху, сейчас все посмотрим, ставим лайк, ну, что, сходила, проверила, сказали, зайдите через три дня, вакцины сейчас нету, прикол такой, я еще буду бегать, три дня, искать, где мне вакцину сделать, нет, если в школе или где-то они организуют для нас, буду я только с одной дозой вакцины, а так, честно, я не собираюсь никуда бегать, ничего делать, что за приколы такие, все, короче, зря сходила, зря не спала, блин, какая-то, какая-то срань с этой вакциной, честно, вот, ну что, вечером поступил сигнал, что можно ехать в колледж Фатьмы, что там дают вакцину, взяла я такси, поехала, нифига, вакцина закончилась, блин, это бред какой-то просто, это какое-то просто нашествие, что вакцины нет, приезжайте, приехали, вакцины нет, ну, до этого, слава богу, хоть пару человек успело сделать, моих друзей, ну все, вакцина закончилась, не знаю куда, поедем, поедем сейчас по дороге в Ашарей, глянем и все, короче, народ, это приключение, как сделать эту долбаную вакцину, честно, вот, в общем, тупая ситуация, сгоняли в Ашарей, ничего не вышло, потому что, во-первых, сегодня они вакцину не дают, во-вторых, у меня карточка, они из Сехи, оказывается, какого-то другого предприятия, которое, которое приезжало в школу, Via Medical какой-то, то есть в Ашарей мне даже не дадут вторую дозу делать, мне надо только знать, где вот делают, вот Фатима Колледж выходит подошел, а Ашарей и другие, не все подходят, так что это вообще бред какой-то, я думала, если ты вторую дозу хочешь сделать, у тебя есть карточка, и любой, любой госпиталь, любое предприятие тебе это предоставит, нет, ни фигули, короче, не знаю, посмотрим, что там школа завтра напишет, но, честно, желание эту вакцину делать пропадает вообще, нафиг оно надо, напишите свой коммент, народ, что вы про это думаете, такой гемор, вот сейчас я потратила уже, где-то 50 дирхам на такси сегодня, 50 дирхам это больше 10 долларов, это вообще как бы, ну, больше 15 долларов даже, я ухожу в субтитрах, вот, вот нафига оно мне было надо, просто гемор какой-то, ну что, народ, ВПС вакцины продолжается, все очень прикольно, школа сказала, что мы должны как бы сами найти, где ее сделать, очень смешно, и вообще сказали, да, могут продлить до 56 дней, но то, что я знаю, 21-28 дней, дальше надо будет делать по новой, так что, поэтому, я нашла еще одну локацию, возле футбольного клуба, сейчас стоим в очереди, возможно, вакцина будет, сейчас покажу вам, но очередь примерно такая же, как и тест сдавать, тест сдавать износа, еще школа нас обрадовала, теперь мы тест износа оплачиваем, кто не доделал вакцину, кто не получил еще, буковку И, или звездочку, ну, звездочку только получают добровольцы, в Application Hosting Up, ну, специальной программе, где сканируются твои данные, где смотрят, когда ты делал PCR-тест, когда ты вакцинировался, так что, мои хорошие, все только начинается, вызвала таксишку, водитель вроде хороший, стоим, 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 кто бы знал, что я так буду за вакциной бегать, боже мой, вот такую снова немаленькую очередь, мы отстаиваем машинки, влево машинки, спереди нас, ну, будем стоять, что же делать, главное уже добить уже, и чтобы была буковка И в моей аппликации, мы вот уже совсем близко подъехали, смотрим, Alien Club, да, COVID Testing and Vaccination, вот в этой, в этой кабиночке, в этой стороне, тест, а у нас здесь вакцинация, уже дали мне документы, номерки, все раздали, в общем, ждем, надеемся, что все будет хорошо, вакцину сделаем, и COVID закончится. Проверяют давление сейчас, я как в космосе, я астронавт, не переживай, не переживай, ты учитель, но я хорошо, не переживай. После первой дозы, мам, у тебя болезни? Нет, нет, нет. После первой дозы, ты берешь PCI? Да, да. И это негативно? Да, да. Все нормально. Все, сейчас будут меня колоть, ой-ой-ой. Ну, ладно, ничего страшного. В таких условиях добываемую вакцину. Этот, это тоже. Ну, ты можешь подниматься? Я вакцину, ты можешь подниматься? Да, да. Все, обнажили плечо, обнаженка пошла, короче. Сейчас меня вколят уже, надеюсь. Ну, как сказать, не такой уж большой кайф. Такое впечатление, что кровь взяли, они у кого-ли. Окей, спасибо. А где моя карта? Мы тебе дам. Окей, Ох, все, уколчик получили, ох. Сейчас рука будет отваливаться, ну, пару дней. спасибо. Я хочу еще раз, я думаю, это у меня? Да, я дам еще раз, черный. Да, это здесь. А, это для меня. Спасибо, спасибо, до свидания. Все, закончили. Машалла, повезло. Прикольно, едем домой уже, слушайте, даже рука не болит, ни рука, ни плечо. Ну, посмотрим, как оно завтра его будет, посмотрим. Но пока, пока все еще жива, слава богу, сделали. Теперь будет приключение, как сделать тест, за который нужно заплатить, и у меня всего лишь три дня, и тоже школа, и куча уроков. Ну, вообще, слушайте, челленджи просто повышаются. Все, ставьте лайк, ждите инфу. Ну, 49-й день, вот и пришла моя буковка И. Теперь у меня полноценно написано, что я вакцинирована. Только вот смысла особого теперь я не вижу, поскольку люди приезжают из красных зон, вакцинированные, и все равно сидят в карантин. Продолжение 14 дней, 10 дней. Ну, ставят часы на руку, браслет, и сидишь ты, как миленький. Потом делаешь тест, и дай бог все хорошо, ты уже выходишь. Так что, ребята, не знаю, правильно я сделаю, неправильно, но, скорее всего, теперь уже вакцинация подразумевается, не как поездка домой, а как защитить свое здоровье. Вот сейчас 7 утра, прохладненько, и я еду на скутере на работу. Вот. Дальше уже будет потеплее, бывает, что и 40 днем, и уже я еду, раздеваюсь полностью, еду в футболке. Хотела еще сказать, кстати, что приходит смс-очка такая, что если вы чувствуете побочный эффект, пожалуйста, перезвоните, расскажите. Единственный побочный эффект, который у меня был, мне безумно хотелось, теплого молока вечером. Я вечерами пила теплое молоко, чего со мной вообще не стучалось. С детства я не помню, что я любила вообще пить теплое молоко. Ну, такой побочный эффект, если можно так называть. А так, побочек никаких не было, я чувствовала себя нормально, до сих пор чувствую себя нормально, не болею. Ну, все нормально, как бы, со здоровьем, но вот не нормально то, что я сделала вакцинацию, и теперь, даже если я пойду домой, и Украина все еще будет в красной зоне, мне придется отсидеть 10 дней. Но есть шанс, есть шанс, есть лайфхак, так что ты можешь отсидеть эти 10 дней в туристическом Дубае. Просто потом сделать тест на 9 день и въехать спокойно в Абу-Дави, показать тест, и все. Так что есть такие лайфхаки. Пишите, что знаете вы о вакцинации, что думаете вы о вакцинации, стоило ли ее вообще делать. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах, мой скутер, пальмы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok